В досье программы «Взгляд» есть и пачка, вот такая, вырезок из газет под общим названием «Парапсихология». И начинает ее, эту пачку, статья специального корреспондента, собственного корреспондента газеты «Известия» Николая Лисовенко «Вижу невидимое», в котором он рассказал о том, что в Донецке живет женщина, которая после очень серьезной травмы, электрошока, полученной ей на стройке, приобрела удивительные свойства. Она стала видеть черно-фиолетовые лучи восходящего солнца, провалы почвы под дорожным асфальтом, человека насквозь как рентген, но только цветной. И пытался разобраться в этом явлении. После этой публикации газета «Социалистическая индустрия» обликовала две других публикации. Название «Сенсация для простаков» и «Визит всевидящий». Ну, сами названия говорят сами за себя, хотя я прочту буквально небольшую выдержку из одной из этих статей. Можно было бы проиронизировать над хитростями Воробьевой, Воробьева это женщина, о которой рассказал специальный корреспондент «Известий», но не кажутся мне ее выдумки ни забавными, ни безвредными. Они могут дорого обойтись тем больным, кто верит в сказки о чудесном воскресении всевидящей, в ее возможности видеть невидимое. Как говорится, доверяй, но проверяй. Ну что ж, мы решили последовать совету корреспондента Дорофеева, и наш корреспондент Ирина Михайлова отправилась в Донецк. В разы было крупозное воспаление легких в правой сторонке, и, видимо, деточка курила, что на бронхах очень много вязкого отделяема, которое вы не... Светлана Федоровна, это можно было бы не говорить, наверное, да. Что можно не говорить. Теперь были приняты гормональные препараты. Я вижу немножечко... Это что значит? Коронатопол. Иногда бывает преднизолом, прогесторон. Старайся... Теперь застойное явление в кишечнике. Немножко вытяжка сигмовидной кишки. Но ничего страшного здесь нет. Ничего. Удар был копчиковой костью. Копчик немножечко утолщен. Так, лицом боли сверху. Я все не буду говорить некоторые вещи. Кислотность ниже нормы. Сильно-сильно? Нет, ниже нормы. И небольшой застой желчи, поэтому часто будет поташнивание. Создаётся такое неприятное как бы вспучивание. И воспаление. А где застой? Застой желчи, в желчном пузыре. Поэтому часто поташнивание и горечь во рту. И воспаляется аппендикс. Даже в настоящий момент. Он уже, детка, у тебя хронического характера. И страшно ударить? Да, ну нет. Я эти вещи просто говорю, что... На правой ноге у тебя шрам в коленном суставе. Вот при всех можешь показать то, что... Давайте проверим. Есть шрам, есть шрам. Если верят мне, то есть шрам. Точно все, есть шрам глубокий. Низкое давление, поэтому постоянно ноги будут холодные. И правая шрама гайморовой пазухи немножечко воспалена. Поэтому здесь как аллергического характера. Часто даже вспухает немножечко область фронтальной пазухи. Всегда вот в этом участке. Два зуба показывают маленькие дырочки. Ну да. Юля Федоровна, это же слишком. А что это? Вы эти видите все, да? Ну конечно. Как вы это? Это точно, зубы, да, болят. Ну то, что я вижу, я же вам объясняю. Я все не могу объяснить, как я вижу. Вы же не трогали вот здесь как-то? Не обязательно трогать. Это то, что я вижу. А как вы ощущаете это вот, когда вы человеке? Вы видите? Я вижу. Я вижу, но они доказывают, что я воспринимаю. Ну как? Все люди. Как мою руку видите сейчас? Ну конечно. Как картину видите? Да, насквозь лопается. Как картину. Вот именно как картину. Был удар по голове. Ира, я вижу к лобной части, там было как сотрясение мозга. А в каком году? Вы можете сказать? Нет, не могу сказать в каком году. Илья Федоровна, ну вот вы знаете какие-то медицинские термины. Термины, ну я очень часто и с врачами общалась, литературу читала. Вообще познавала человека, я его рассматривала просто на расстоянии. Для того, чтобы понять, я должна знать физиологию, анатомию. Чтобы полностью отличить там, где патология и где нормальный здоровый орган. Вот эти 30 тысяч писем, вы готовы этим людям всем помочь? Всем бы готова помочь, если было у меня здоровье. Моментами то, что я знаю, какое у меня здоровье. Кажется, вот последняя это зима, последняя это весна. Ну вот такое. Но я настолько люблю жизнь. Настолько. Я выкарабкаюсь. Десять лет я как бы вырываю жизнь из... Потому что то, что я испытываю, у меня ведь никакие не таблетки, никакие медпрепараты, ничем я не могу обезболить. Об этом знают наши врачи. Но я вообще... Я не знаю. Мне кажется, я такой жизнелюб. Но я требую жизнь. Продолжение следует...